Могу их сделать. 7 кругов больших я могу сделать, но почему-то в последнее время не делаю. Значит, у меня энергию забирают и вот заставляют еще спать. Программа такая или фильтр ставят. Спи. Я вчера шла в банк, потом возвращалась, получила карточку в тенге Сбербанка. Теперь мне на этот счет можно отправлять донаты или за сеансы деньги. Теперь у меня будет возможность получать по карточке безналичкой. И вот, когда я возвращалась назад, я вот словила волну такого одиночества, что я такая одинокая, что мне надо с кем-то говорить, общаться. Это вот психотронное оружие точно. Это была вышка, и она издавала вот такие сигналы. Фильтр такой был одиночества, поэтому люди здесь и кучкуются, и рожают много детей, потому что вот этот фильтр стоит, чтобы не быть одиноким. Так что я вот создавала видео, где говорила, что я чувствую себя одинокой, а это была психотронная вышка, которая под сотовые вышки подделывается. Это нас заставляют кучковаться, ходить в гости, потому что я проходила мимо дома подружки. К подружки приехала ее лучшая подруга, они там вдвоем были, и я думала, зайти, не зайти. Но я не хотела общаться, потому что, во-первых, рано еще было, я не договаривалась, я не одета соответствующим образом. Вот. И когда я проходила мимо вот этого места, и вот с этим фильтром почувствовала его, то матрица мне любезно предназначена, дала такую возможность пообщаться с двумя женщинами на улице. Одна спрашивала адрес магазина «Престиж», а другая кормила голубей, потом тоже с нами поговорила, перекинулась пару словами. И когда я вот это все поняла и поговорила, у меня вот это чувство ушло, оно перестало на мне надо мной владеть или давлеть. Я поняла, откуда растут корни, и просто пошла по улице. Я себе марш-бросок делала на 20 тысяч шагов. Это получается семь или восемь кругов. Но если пять кругов – одиннадцать тысяч шагов, значит здесь еще круга три. Круга три, так что я прохожу свои пять кругов, это значит семь-восемь кругов я прохожу. Сегодня не знаю, сколько пройду, потому что дождь на улице так и не проходит. И я дальше пошла, надо своего дома ходить, и у меня вот это все чувство ушло. Я еще зашла в магазин, искала соевое молоко. Нету у нас, нету у нас в магазинах ни стевии, ни жидкого сахарозаменителя. Весь мир пользуется, а у нас нету. Вот я искала зимой и осенью морскую капусту, она потом появилась. Матрица мне предоставила любезно. Вот сейчас хорошая матрица. Все мои желания как бы внедряются очень быстро, месяц-два. Я так думаю, в магазинах скоро появится и соевое молоко, и кокосовое молоко, и стевия, и жидкий сахарозаменитель. У меня были таблетки сахарозаменителя, я их выкинула. Я прочитала в интернете, что это химия и вред. Но врез от сахара, чистого сахара, это сильнее, чем от сахарозаменителя. А сладкое-то хочется, чем глотать вот такую дрянь. Почему я сейчас хлеб кушаю? Потому что... Черный хлеб. Потому что там тоже есть вот эти углеводы и тот же сахар там есть. Так что скоро появится в магазине то, что я хочу. Но вчера я не нашла. Я в Анвар заходила. Это у нас Анвары и Дины. Как в России пятёрки, и там магниты, так у нас Анвары. Анвар магазин и Дина. Такие самые распространённые. Сеть магазинов. Но пока там ничего нету. Ещё есть светофор. Российский вроде бы. Российские поставки. Но пока там тоже этого нету. Может, будет в будущем. Пока всё. Всё будет хорошо. Теперь я знаю, что страшный шум в голове у меня когда был. Это у меня было не от сладкого. От сладкого тоже шумит. Но такой шум у меня был, который я заметила. Может, и раньше был. Осознавала. Не осознавала. А теперь я осознала, что это был шум от коллайдера. Когда его включали, вот у меня такой шум в голове стоял. Это мои новые знания. Вот сейчас тоже шумит в голове. Значит, коллайдер тоже работает. Коллайдер — это такая машина, которая перезапускает время. Иная реальность, новая матрица. Я просто этого не знала. Это мои новые знания. Я хочу сказать о том, что вот я поела хлеба. Почему я его поела? У меня теперь откашливается. Я плохо себя чувствую в желудке. И я хлеб съела с майонезом. Да, я поела чёрный хлеб. Мне прям сильно хотелось. Я себе сделала яблоко с корицей, натерла на тёрке и посыпала ещё какао чуть-чуть. Но ещё финики были. Но мне хотелось сладкого. И вот я яблоко ела, чай травяной пила и финики кушала. И потом мне прям резко захотелось чёрного хлеба с майонезом. И я начала всё это отложила, не доела. И начала его кушать. Внутри меня желание кушать хлеб. Хотя я и не помнила, что мне потом будет плохо. Вот отключались мысли. Нас отключают, и мы как программа кушаем то, что нам потом вредит. Нам потом плохо от этой еды. Может, мы действительно роботы, голограммы. И делаем только то, на что мы запрограммированы.